Итог этой благотворительной акции «Вместе помогаем детям» 1 миллион 280 тысяч рублей, что равняется 134 премиям для талантливых ребят и 52 сертификатам на дорогостоящее лечение детям. Уже в четвертый раз акция объединяет бизнесменов, промышленников города и творческих ребят в желании помочь тяжелобольным детям встать на ноги. Сегодня мы можем сказать абсолютно четко, что бизнес города отзывчив, они добры сердцем. И безусловно 68 предпринимателей и 28 руководителей компании «Суэк», которые приняли участие в этой благотворительной акции, сегодня собрали средства для того, чтобы 134 талантливых ребёнка могли воспользоваться именно за свой труд, за своё творчество. И 52 – это те дети, которые нуждаются в дорогостоящее лечение. Улыбки и радость детей – это дорогого стоит. Но когда мы увидим всё-таки этих детей здоровыми, когда мы увидим, что они являются абсолютно частичкой нашего общества, когда мы увидим то, что ребёнок талантливый идёт рядом, плечо-плечо, рука об руку, с ребёнком, который нуждается в его помощи, всё-таки вот тогда мы скажем, да, действительно, мы прожили не зря. Семья Антончиковых такую помощь на лечение дочери Вероники получает впервые. Девочка уже 8 лет страдает бронхиальной астмой. В месяц на лекарственные препараты родителям приходится тратить около 5000 рублей. Сертификат на лечение должен существенно сэкономить бюджет семьи. Мы уже 8-й год болеем бронхиальной астмой. В общем, как можем, справляемся. И дали нам сертификат на получение дорогостоящих препаратов, которые нам очень необходимы. Благодарим просто город, Суэк, не знаю, кого благодарить за это, очень нам это нужно. Спасибо всем, кто помог мне. Число талантливых ребят растет с каждым годом. Если в первой акции в 2010 году приняли участие 60 художников, то в этом их уже в два раза больше. Для юных дарований это не только оценка их труда, но и возможность помочь сверстникам, нуждающимся в лечении. Ксения Птичкина из 18-й школы искусств таким вот образом помогает детям уже во второй раз. Радость за них, что они здоровые теперь будут, что я хоть чем-то могла им помочь. Кстати, в этом году работа Ксении, купола, выполненная в технике батик, пополнит коллекцию картин главы города Вячеслава Телегина. Сертификаты, премии и буклеты о городе – не единственный подарок в этот день. Перед торжественным награждением ребята посетили новогодний спектакль в исполнении коллектива ДК имени Ярославского. Продолжение следует...